Есть прям такая подборка, где-то я писал такой текст, несколько вещей про мозг, которые стоит знать тем, кто собирается практиковать в принципе что угодно. Одна из них, что у мозга нет времени, у него есть причина, реакция, у него нет прошлого, настоящего, будущего. Именно из-за этого люди переживают из-за прошлого. Давным-давно, я помню, у нас прабабушка была, она когда-то в юности, 60 лет назад с кем-то поссорилась, и ты со стороны смотришь, невовлеченный человек думаешь, господи, зачем он это делает, смысл как бы, человека закопали того уже давно. Нет, вот он там был, ну вот как-то то ли заняться человеку нечем, то ли силы у него какой-то жизненной философии нет на эту тему. Другая вещь, что мозг не отличает реального события от воображаемого, метафорического и так далее. Человек может в голове себе такого навертеть, ну по этому поводу куча анекдотов, особенно про женщин любят рассказывать, что там типа ребенок со школы опаздывает на 15 минут, вот там, да, все, она уже представляет себе там самые ужасные варианты, и она реально может от этого заболеть, потому что он не понимает разницы, ну вот он видит картинку там, гроб, все, кошмар, потеря близкого существа, рак груди, все. Ребенок вернулся, как бы, да, черт, а тело оно так быстро не может обратно развернуться, как бы, да. Еще одна вещь, что мозг не отличает себя и других, да, вот он как бы, он все, что в нем происходит, он транслирует в это тело, а не в какое-то другое, да. Если ты кого-то ненавидишь, у тебя внутри ненависть, и вот у тебя там какой-нибудь желчный проток будет страдать, как бы, да, у тебя, а не у него, потому что на него оно не сработает, а потому что он, возможно, вообще даже не в курсе, там, да, он там шел мимо, там, пнул кого-то ногой и пошел, не потому что он злой человек, а просто он не заметил чего-то, да, вот, а ты там весь зашел на желчь, да, и потом удивляешься, почему у тебя есть какие-то заболевания. Вот таких вещей, ну, они довольно-таки примитивные, но как-то тоже они вот в общем знании, они отсутствуют, почему-то люди это не понимают, они считают, что нет, надо обижаться, нужно злиться, нужно там это, как-то всех наказывать, там, да, бороться за справедливость. Вот очень удивляются, когда там приходит человек, говорит, вот у меня там рак там желчного протока, ты говоришь, ну, борец за справедливость, да, небось? Он, да, 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 вот, да, и кто тебя обидел последний раз? Да вот там, и человек тебе два часа рассказывает, какие все кругом гады, как они его обидели, и как он отстаивал справедливость, вот, боролся с ними, да, ну, и тело решило помочь.